Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Это будет, к сожалению, не 31 серия Апокалипсиса, а это будет такой небольшой, я не знаю, то ли подкаст, то ли недосерия в формате извинений, потому что у меня произошла беда. Я не знаю, что-то случилось при монтаже видео, там произошел какой-то глобальный сбой. Из-за чего, к сожалению, не было ни видно ни картинки, ни звука, ну, как я потом сама пересмотрела у себя на канале, там просто, ну, был какой-то один сплошной кошмар. Вот, и, собственно, честно говоря, я очень расстроилась, потому что, ну, опять-таки, время и труды, которые были вложены в эту серию, получается, прошли зря. Файлов для того, чтобы восстановить эту серию у меня уже нет, они тоже каким-то образом там перезаписались, то есть как-то все наложилось одно на одно, и те файлы, которые, те видеофайлы, которые отвечают за все фрагменты 31 серии, на них почему-то перезаписались события, которые, в общем-то говоря, уже довольно-таки большой давности, в частности, наша Ракель и Беатрис там еще тотлеры, вот просто, чтобы вы понимали, да, насколько это было давно, ну, то есть Маршалл еще был не старенький, ну, то есть это совсем было уже давно, вот, поэтому, к сожалению, эту серию, даже если бы я, как бы, не хотела смонтировать ее заново и выложить для вас, но я чисто физически не могу этого сделать, потому что у меня нету видеофайлов, и, как бы, серия канула в вечность, а серия была интересная, хотя бы потому, что у нас выросла Алиса, собственно, Алису прямо сейчас вы можете видеть здесь, в кассе, и ей выпала жизненная цель Тайны Стрэнджер-Вилли, кстати, и черта характера отважная. Я еще раз суждала по поводу того, по поводу ее жизненной цели, что, возможно, Алиса в детстве как-то там случайно слышала разговор Маршалла и Джулии, поскольку они оба у нас пострадавшие от лаборатории Стрэнджер-Вилли, возможно, маленькая Алиса как-то там запомнила, что вот есть такой город, в котором есть очень странная лаборатория, в которой происходят какие-то очень странные вещи, никому неизвестные, и, наверное, Алиса решила, что было бы неплохо с этим разобраться, но, конечно же, она не сможет этого у нас сделать, это точно никак, и черта характера отважная, мне кажется, под эту жизненную цель очень даже подходит, и таким образом она у нас пока что вот такая вот гения, отважная, и ее интересуют в тайне Стрэнджер-Вилли. Ну, в общем, вся в папку, даже по своей тяге к чему-то неизвестному, к чему-то мистическому, возможно, неизведанному. Ну и давайте я покажу вам Алису поближе. И да, она, конечно, похожа на Маршала, но не совсем. В частности, вот этот очень вытянутый острый подбородок, это вообще, ребята, ни в кого. Ни у Маршала, ни у Джулии такого нету. Да и вообще, ну, я впервые у своих симов такой интересный подбородок наблюдаю. Но что касается всего остального, как бы глаза, вот этот даже взгляд маршаловский, то есть он, конечно, очень узнается, губы его, нос. Мне даже он больше напоминает, знаете, нос Гвен, чем самого Маршала, вот. Я потом прикреплю вам скриншот. Я вам и в той серии его показывала, и в этой тоже покажу скриншот, где мы будем сравнивать Алису с Маршалом и именно с Гвен, с родной сестрой нашего, мистера Макинтоша. Вот, в общем-то, вот такая у нас появилась, получилась девочка. Кстати, игра ей выдала довольно-таки хорошую прическу, мне нравится. Ну, наряды могу вам показать, более-менее они сносные, конечно. Но что касается, например, наряда официального, то тут, конечно, игра оторвалась на ней по полной программе просто, да. Это апокалиптическая мода, это просто лучшее, что можно увидеть, я считаю. Но в остальном, в принципе, игра довольно-таки так смиловалась, можно сказать. Вот, кстати, в спальном наряде единственный, по-моему, наряд, где игра ее накрасила почему-то. Тут и тени, и подводка, и губы. Вообще непонятная логика, если честно. Да ладно. Да, и вот такие вот у нас наряды у Алисы. Как вы можете заметить, она у нас очень пухлая девочка. Ну, собственно говоря, я так полагаю, что у нас абсолютно все дети такими вырастут. Вот, я так поняла, что я нарвалась на баг игры, который уже, как мне писали, вроде как починили. Но, видимо, моих детей это стороной не обошло, поэтому им придется худеть самим. И это при том, что Алиса уже схуднула, на самом деле. Потому что я снимаю наперед, и события, которые происходили в пропавшей 31 серии, это уже было достаточно давно, и Алиса, на самом деле, была еще полнее. Сейчас это она уже, ну, знаете, нормально так скинула. Да, вот такой вот у нее нарядец для жаркой погоды и для холодной погоды. Ну, то есть, в принципе, сносно. Не считая, конечно, официального костюма, но, в принципе, более-менее нормально. Да. И я даже не знаю, что вам еще рассказать, что, наверное, происходило в предыдущей серии. На самом деле, конечно, ничего такого суперглобального больше не было. То есть, самое главное событие было это взросление нашей Алисы, как вы можете заметить. Еще из интересностей был тот момент, когда нам в качестве дополнительной еды принес колой свинины член мафиозного клана. Это было, конечно, то еще зрелище. А перед тем, как принести нам вкусняшечку, он переходил к нам на участок в роли засорителя и раскидывал мусор. Ну, в общем-то, такие вот у нас дела интересные происходят в семье. Ну, а во всем остальном, как бы, дети наши прокачивались. В общем-то, все как всегда. Да, ничего в этом плане супернового не произошло. Алисе мы прикупили книжку по садоводству. Вот. И будем устраивать ее на разнорабочего уже в следующей серии, которая выйдет, я думаю, сегодня же. Хотя вообще изначально 32 серия у меня была запланирована на вторник. То есть, я ее по таймеру на YouTube поставила на вторник. Но учитывая то, что произошел такой косяк, как бы по моей вине, соответственно, я, так сказать, облажалась перед вами и виновата. Поэтому я думаю, что будет справедливо, если я сделаю так, что эта серия выйдет сегодня, и вы сможете посмотреть нормальную, полуценную, уже адекватную серию. Вот. Ну, я ее посмотрела, вроде как там все хорошо, все работает. Надеюсь, что, конечно, таких событий больше происходить не будет. Потому что это, ну, правда, расстраивает. Вот. Но, тем не менее, уже что случилось, то случилось. И, да, наверное, я уже буду на этом заканчивать. Еще раз, ребят, прошу у вас прощения. Приношу свои искренние извинения. Я что-то вообще, наверное, была очень уже уставшая. И монтировала просто, знаете, скопом. Много-много-много серий подряд. Вот. Поэтому просто что-то вот не заметила. Что что-то пошло не так. Поэтому, к сожалению, вышел такой у меня косяк. Я надеюсь, что вы на меня не обижаетесь. И, да, буквально через пару часов, я думаю, выйдет уже следующая, получается, 32 серия. И мы с вами продолжим играть в апокалипсис. Но пока что всем большое спасибо за внимание. Спасибо за ваше понимание. Да. Еще раз извините. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok